У меня были с собой нашивки с именами моей семьи, моих детей и супруги, поэтому я детей поместил на шею, супругу, я на колено. И вот так я вышел, поэтому на всех фотографиях, если вы будете видеть, с выхода, тут у меня с левой стороны у меня дочка, с правой стороны сын, а на левом колене жена. Они мне помогли, я живу вернусь. Крайняя экспедиция, последние ни летчики, ни космонавты не говорят, длилась 204 дня. Три месяца назад самарский космонавт Олег Каноненко вернулся на Землю. И эта экспедиция стала одной из самых сложных. В ночь с 11 на 12 декабря он вместе с Сергеем Прокопьевым вышел в открытый космос, чтобы устранить отверстие на борту МКС. Шесть часов работы вне корабля. За ними тогда следил весь мир. Теперь в подробностях и без прикрас космонавт рассказывает о работе на орбите. Мне интересно, что люди понимают, меня сопереживают, меня действительно проявляют. Тем самым возбуждается, возрождается интерес к этой профессии. То, что я своим примером, своей работой могу зажечь интерес и желание пойти по моим стопам. В зале представители региональной общественной организации «Самарское землячество». Они родились, выросли, состоялись в профессии в 63-м регионе. Но даже после переезда о малой родине не забывают. Пообщаться с героем России приводят и своих детей. Встреча у нас традиционная жизнь перестала. Мы в Москве такую встречу устраиваем уже в пятый раз. Правительство Самарской области и самарское землячество всегда рядом с нашими земляками, которые прославлены тем, что либо летали в космос, либо производили космические аппараты. С тем, что Самара – космическая столица России, никто даже не спорит. Это наш регион собирает ракеты, поставляет двигатели и комплектующие, а еще готовит людей. Семь человек уроженцев Самарской области летали в космос. Наш регион играет особую роль в деле освоения Вселенной. Московский музей космонавтики плотно сотрудничает с Самарой. Сейчас ведется подготовка масштабного совместного проекта. В следующем году, когда вся страна будет отмечать 75-летие Великой Победы, центральное место музея займет Самара. Экспонатами станут дневники обычных рабочих заводов, которые эвакуировали в Куйбышев в годы войны. Через историю простых людей организаторы хотят показать посетителям выставки связь городов, в частности, Москвы и Самары. Их соединил космос и люди. И связь эта нерушима. Мария Шпакова, Тимур Набиев, Новости губернии, Москва.